Добрый день, дорогие коллеги! Сегодня я хотел бы поговорить с вами о вещах, достаточно низких на самом деле. Потому что это вещи очень технические, но которые, к сожалению, имеют очень большое, часто решающее значение на результаты экспериментов. О чем я хочу сказать, прежде всего? Дело в том, что морфолог, гистолог, гистопатолог – это практически вымирающая профессия. В связи с мультидисциплинарностью, со всем этим, в общем-то, большинство даже тех, кто обитает на кафедрах или в институтах соответствующих, они занимаются, по сути, мультидисциплинарными исследованиями, где морфологический компонент лишь часть. К чему это ведет? Это ведет, к сожалению, к такому гастролерству и к полудилетантизму или полному дилетантизму в соответствующей области. И люди, ну, как бы могут открыть какой-то гайд, что-то там вычитать и воспроизвести по нему, по этому гайду. Если же им нужно будет... Да, и зачастую приводят к совершенно парадоксальной ситуации, что когда в какой-то момент это руководство устаревает, то берут люди, берут главы из старого руководства и тупо перепечатывают его в новый. Часто один в один, даже со всеми опечатками. И таким образом, по крайней мере, книги последних 30 лет по микроскопической технике, как я внезапно выяснил, они, в принципе, являются перепечатками старых руководств, просто компиляциями. Все. Ну, почти все, на самом деле. Вот. Поэтому практически все коллеги, которые работают в области экспериментальной патологии, они занимаются патогистологическими исследованиями только эпизодически, и поэтому, как бы, ну, в общем-то, знают отсюда и там до определенной маленькой границы. Понятно, что это и ветка ошибки интерпретации, ну, и много чему еще. Еще хуже дело обстоит в клинике. Вроде бы там есть патоморфологические отделения, но там очень четкое разделение труда. Там есть врач-патоморфолог, который никогда не подойдет к микротому, это не дело аристократа. Вот. И есть лаборант-гистолог, который занимается исключительно вот технической работой. Но ужас заключается в том, что в какой-то момент лаборант... Да, у нас же есть промышленность, которая производит киты, готовые реактивы и так далее. И в какой-то момент просто-напросто лаборант-гистолог становится таким же дилетантом. То есть он покупает кит, он не знает уже даже наборов, названий компонентов, зачастую не способен приготовить даже простейший буферный раствор. Это, увы, факт в клинике. И даже когда он делает иммуногистохимию, он знает, что нужно из бутылочки А и бутылочки Б налить столько-то миллилитров прибор, нажать на кнопочку и дальше ждать результата. Это вот такая реальность. Это означает, что в принципе... Да, и это ведет к тому, что результаты и качество препаратов, и результаты исследований часто бывают от средних до чудовищных. И где-то лет пять назад, во-первых, поскольку мне так повезло, и моя лаборатория занимается исключительно патологической гистологией и занимается десятками разных... Так получилось, десятками разных моделей, а, соответственно, и десятками разнообразных методик, то где-то лет пять назад в порядке, так сказать, хобби ну, ваш покорный слуга взялся за такую своеобразную работу все, что есть в микротехнических книжках за последние 150 лет собрать, опробировать, поварировать и посмотреть, что из этого работает, что из этого не работает. И оказалось, достаточно, ну, интересный оказался результат. Получилась даже некоторая книжка почти на 600 страниц. И по мотивам этой книжки я хотел бы сейчас вам кое-что рассказать. Я хотел бы вам рассказать о некоторых иногда известных, а иногда малоизвестных подходах, которые могут быть полезны для вашей экспериментальной практики. Потому что сегодня школа молодых ученых, а следовательно, нужно говорить то, что должно быть полезно. Понятное дело, что вряд ли кто-то из вас станет профессиональным гистопатологом, но поскольку, опять же, в качестве гастролей многие экспериментаторы этим занимаются, это может оказаться полезным. По крайней мере, где-то щелкнет и, ну, позволит обратиться и прочесть соответствующий раздел или обратиться к этим материалам, которые здесь. Итак, приступим. И начнем с самого первого этапа. Как брать материал для гистологического исследования от лабораторных животных? Мы будем говорить не о клинике, там отдельно все, там есть свои особенности, а будем говорить о эксперименте. Потому что здесь тоже есть свои особенности. Но вот, когда вы берете материал, нужно иметь в виду несколько простых правил. Во-первых, материал нужно брать от... Вернее так, чтобы он брал... Чтобы в материале находились все морфологические компартменты данного органа, которые вы исследуете. Во-вторых, он должен включать в себя обязательно все макроскопически видимые участки. Если вы видите кровоизлияние, оно должно попасть в препарат. Если вы видите рядом какой-то странный очаг, по-видимому, ишемический, он тоже должен попасть в препарат. И обязательно в препарат должна попасть граница этого участка и нормальной ткани. Сколько у вас есть патологически видимых разнообразных зон, макроскопически видимых, столько и должно быть у вас образцов. Ну, можно, они в один образец попадут, но тем не менее. Не нужно стараться брать огромные куски, потому что их трудно обрабатывать, они плохо фиксируются, плохо пропитываются. Поэтому нужно брать кусочки оптимальных размеров. Обычно стороны кусочков должны быть не больше сантиметра, а толщина, ну, желательно не больше 3 миллиметров. Можно 4, но это уже как бы некий экстрим. Дальше могут быть проблемы с сохранностью материала. Как же выбрать наиболее оптимальные, скажем так, направления вырезки образцов и так далее? В принципе, для каждого органа придется дать отдельную рекомендацию. И, к счастью, такие рекомендации и существуют. Вот здесь я привожу 3 статьи, это 3 гайда, такие очень объемные статьи, где, собственно говоря, описаны и проиллюстрированы оптимальные алгоритмы, как из какого органа у крыс и мышей, что лучше всего вырезать. Правда, конечно, нужно понимать, что это гайды для токсикологической патологии. То есть они предполагают, в общем-то, более или менее диффузные изменения в органе. И, конечно же, алгоритмы, которые здесь описаны, должны быть адаптированы для каждой ситуации, если вы воспроизводите какую-то модель. Но, тем не менее, как базовые они вполне годятся. Ну вот, например, вот рисунок из этого самого гайда. Это распластанный на пробке желудок мыши. Мы видим у него здесь типичные отделы. Вот железистый отдел желудка. Вот это, соответственно, пилорический отдел и переход в 12-перстную кишку. А вот преджелудок, который, может быть, не все знают, выслан у крыс и у мышей многослойным плоским аргивающим петелием. Есть пограничная структура. Она так называется пограничный гребень. И вот здесь указаны, собственно говоря, те линии, которые должны быть представлены, разрезы по которым должны быть представлены в гистологических препаратах. Собственно, вот эти препараты здесь тоже представлены. То есть, если вы сделали какое-то, приложили к животным, к неким лабораторным животным некое воздействие, и вас интересует изменение в слизистой оболочке, вообще во всех оболочках желудка, то вы можете вполне брать этот гайд и им пользоваться. Но, если вы видите, допустим, не вскрываете желудок и видите не вот такую картинку, а мультифокальные изменения, вот здесь где-нибудь у вас кровоизлияние, и вот здесь у вас где-нибудь, и вот здесь какой-нибудь очаг, то, конечно, брать вот эти вот образцы нелепо. Поэтому в этом случае вам придется модифицировать методику, а именно вам придется вот это вот, например, один из вариантов возможных, вот по этой линии весь желудок рассечь на несколько, допустим, от 6 до 10 равных фрагментов, и эти фрагменты уже взять для исследования. Таким образом, исследовать вы будете всю желудочную стенку, и сможете для каждого образца вывести некий морфометрический показатель выраженности поражений, да, и суммарно оценить эти поражения во всем органе. Это нормальный подход. Вот, и так, то есть есть алгоритм, когда вы не предполагаете каких-то очаговых выраженных изменений, да, и тогда вы применяете вот такую штуку, или когда вы вскрываете и находите, ну, какие-то явные вариации, которые требуют отхода от этого алгоритма, и вы тогда их соответствующим образом модифицируете. Это что касается взятия материала от животного. Повторяю, для каждого органа существует свой базовый алгоритм, уже разработанный. Вот вы взяли материал. Теперь вам надо его зафиксировать. Фиксация – это самый ответственный и самый опасный, значит, этап гистологической обработки. Вот все остальные, почти все остальные ошибки, все остальные этапы можно как-то поправить. Есть разные способы, что можно сделать. Окраска не получилась, можно переделать, срезы плохие можно переделать, заливка плохая, перезалить. Вот если у вас плохая фиксация, всё, материал можно выбрасывать, он негоден. Если вы утратили антиген, его не воскресить. Если у вас материал подвергся аутолизу в центре кусочка, всё, он умер. Например, там вы получили инсульт уже внутри кусочка, инфаркт, по сути. И ничего вы с этим уже не сделаете, как бы вы ни хотели. И что нужно сделать, чтобы этого не произошло? Да, ещё нужно правильно подобрать фиксатор, потому что, как потом я покажу, разные фиксаторы дают совершенно разные результаты и пригодны для совершенно... Могут быть для одних целей пригодны, для других методов окрашивания совершенно непригодны. Ну, первое правило, надо брать максимально маленькие кусочки. Но при этом, что значит максимально маленькие? Если вы будете брать кусочек меньше миллиметра, вы просто его измочалите и его уничтожите. Хотя для электронной микроскопии так делается, но там немножко другие требования, другие методические подходы. Поэтому оптимально для гистологии толщина кусочка должна быть в пределах 2-4 миллиметров. Опять же, брать нужно острыми инструментами, чтобы бритвами, чтобы не повредить сами образцы, не измять их. Иначе там будут тяжёлые артефакты. Фиксировать нужно очень быстро. Вообще оптимально в пределах 15 минут. Как правило, в пределах 15 минут не наступают какие-то явные, видимые на светооптическом уровне изменения в тканях. Там, конечно, некоторые антигены могут пропасть, но это исключительная редкость. Всё-таки в пределах 15 минут ткань сохраняется как бы при жизненном виде. А дальше можно уже получить дискламацию, то есть слущего непетелия кишечника, который некоторые в этом ошибочно принимают за некроз и так далее. Очень важный момент, на который тоже нужно обращать внимание. Когда вы этот кусочек взяли, вы должны его бросить в флакон с фиксатором и посмотреть, чтобы он никуда не приклеился, не прилип. Если он прилипнет одной стороной к флакону, то на этом участке наступит, собственно говоря, артифициальный некроз. Клетки не успеют погибнуть, в них успеют развиться разнообразные изменения, похожие на некротические. Ну, собственно, они и есть некротические. До того момента, пока не проникнет фиксатор и не сохранит их в таком более-менее адекватном состоянии. Фиксировать нужно в оптимальный срок. Нельзя ни дофиксировать, ни перефиксировать. Если вы не дофиксируете, допустим, в формалине кусочек, то при проводке это сделает спирт, а он это делает очень плохо. И вы в центре кусочка получите довольно некрасивую, мягко говоря, картинку. И нельзя передержать фиксатор. Если вы придержите дольше, допустим, для формалина 24 часов, то погибнут большинство антигенов. Ну, кроме каких-нибудь альфа-актинов или глиального фибриллярного белка, который убить очень сложно. Но многие CD-маркеры перестанут выявляться, например. Ну и, значит, тем более нужно быть аккуратным с таким замечательным, на самом деле, фиксатором, как смесь Корнуа, смесь хлороформа, уксуса и спирта, где срок фиксации никогда не должен превышать 4 часа, иначе там будут тоже опять же... Ну, тогда образец может даже перестать краситься гемотоксилином и азином. Очень важно соблюдать правильное соотношение объема фиксатора и кусочков, которые вы фиксируете. То есть эта жидкость, ее должно быть в 20 раз больше, чем объем всех кусочков. Нельзя делать консерву, как иногда неопытные исследователи дают вот фалькон, где на утрамбованные какие-нибудь там почки печени сердца, и их как бы прилили как будто маринадом формалином. Все. Это, конечно, ужасно. И картина там будет тоже ужасная. Вот. Ну и очень важно, чтобы фиксация действительно соответствовала протоколу. Дело вот в чем. Дело в том, что... Вот, может быть, вы на занятиях по гистологии слышали такую фразу, что фиксация производится для того, чтобы сохранить объект в состоянии максимально близком к прижизненному. На самом деле это лукавство. Во-первых, это не цель абсолютно. Мы, во-первых, этого не можем, с одной стороны. С другой стороны, это и не нужно нам. Нам нужна не столько прижизненность. В принципе, это какая-то задача 19 века. Сейчас мы знаем примерно, как, благодаря ультраструктуре и прочее, как это выглядит прижизненно. Нам важно постоянство картины. Вот, допустим, иногда даже артефакты, это очень хорошо. Вот патоморфологи лимфоцит от ретробласта отличают вообще очень похожие клетки на гематоксилин и азене. Отличают одним замечательным... Одному замечательному признаку. У ретробласта вокруг ядра появляется при фиксации формалина такая трещина. Это трещина, абсолютный артефакт. Просто из-за сжатия цитоплазма отошла от ядра. И получается такой маленький серп. Но, но, это очень полезный артефакт. Мы его видим, мы знаем, что это виробластный лимфоцит, а значит, это не воспаление, а экстрамедулярный гематопаэс. Это в печени бывает. Кривотворение в некосномозговое. То есть, даже артефакты нам помогают. Не говоря уже о том, что, допустим, структура хроматина, которая образуется под действием фиксатора, является важным признаком определенных клеток. Опять же, она точно артифициальная, она точно искусственная, но формалиновые фиксаторы ее воспроизводят. Кроме того, фиксаторы модифицируют объекты. Скажем, смесь Буэна, есть такой фиксатор. В нем есть пикриновая кислота. Так вот, эта пикриновая кислота, она производит замечательное свойство. Она таким образом действует на коллаген, что он при окрашивании становится контрастным. Вот он воспринимает анилиновый синий, а все остальные не воспринимают. А вот если мы фиксируем просто формалином, ну, то все будет какое-то такое, где-то фиолетовое, где-то голубое. Но контраста мы уже не получим. Поэтому даже иногда для того, чтобы получить хороший контрастный результат, мы должны фиксированный формалином срез дополнительно, говорят, дофиксировать, но не дофиксировать, а протравить в этом фиксаторе, который лучше подходит. Поэтому нам надо еще точно определиться, с чем мы хотим работать, что мы дальше хотим делать. Потому что фиксатор химически модифицирует объект. Ну, понятно, что, опять же, фиксатор, они с разной скоростью это делают. Чем замечательный фиксатор Корнуа? Да потому что он моментально, за каким-то 15 минут, зафиксирует вам объект. А формалин нет, ему нужны сутки. То есть нам надо знать, опять же, если мы берем толстый объект, такое бывает иногда, что нам нужно взять, допустим, не 4 мм, а, допустим, сантиметр. Вот вы берете, допустим, коленный сустав кролика. Иногда используют на них, моделируют. Его, естественно, нельзя формалином зафиксировать. Это первый момент, как мы можем улучшить условия фиксации. То есть мы подбираем фиксатор под толщину объекта. Второй вариант, как мы можем сделать фиксацию лучше. Это сделать перфузионную фиксацию. У нас ее очень любят. Я ее очень не люблю на самом деле. Да, теоретически она должна улучшить качество объекта. И, наверное, для некоторых антигенов это критично, это принципиально. Но, к сожалению, перфузионная фиксация, как правило, сопровождается достаточно грубыми изменениями в самом объекте. Зачастую, как ее у нас производят? Нас берут, надрезают один желудочек, в другой желудочек вводят шприц, промывают физиологическим раствором, дальше вводят раствор формалина, или там еще хуже параформальдегида, параформа. И таким образом крысу пропитывают как бы изнутри. Но, когда дальше мы смотрим эти объекты, то мы обнаруживаем там зачастую, что из-за этого необычайно высокого давления фиксатора компоненты и плазмы иногда, а иногда и этого самого фиксатора выходят в ткань, образуются как ботек, они раздвигают, они сдавливают, они сжимают, и мы видим почечные канальцы, например, вытянутые в тонюзенькие трубочки. Это эффект этого фиксатора. Или, например, берем головной мозг и смотрим, вдруг вокруг сосудов такие просветления, очень характерные для перфузионной фиксации. Это произошла ретракция отростков астроцитов, которые вот таким образом отреагировали. И это, кажется, можно даже описать как изменение. На самом деле это эффект фиксации. Вот, поэтому перфузионные, да, а если у нас, допустим, тромбы есть, или какие-то другие образования в просвете сосудов, они, естественно, вместе с физиологическим раствором легко могут быть удалены. Но не то, чтобы очень легко, тромб все-таки фиксирован к стенке, но, тем не менее, они могут быть утрачены. И это все надо иметь в виду, когда мы берем такого рода, значит, способ фиксации убираем. Гораздо более действительно полезным является впрыскивание, как мне представляется, фиксатора в полость органа. Вот если вы берете кишечник, то вы обязательно должны взять и шприцем впрыснуть формалин, например, в его просвет, потому что иначе, ну, в половине объектов у вас все ворсинки кишечника будут лишены эпителия. Ну, потому что до тех пор, пока формально это проникнет, эпителиальные клетки, там ферментов же много, эпителиальные клетки успеют разрушиться, и вы увидите, как будто у вас там некроз. Конечно, никакого некроза у вас там не будет. Это важно. Ну и самый важный момент, да, естественно, если у вас есть какие-то объекты, покрытые кожей, например, вы берете новорожденных мышат, эвтонозировали их, и вам нужно их зафиксировать. Вам обязательно нужно рассечь кожу, потому что иначе, к сожалению, пока фиксатор через нее проникнет, там уже случится аутолиз. И вот очень важный момент, он действительно оказался крайне полезным, это фиксация на холоду. На холоду, значит, просто в холодильнике. То есть вы берете формалин, и вот здесь очень важный момент. Как ни странно, лучше, если вы берете формалин комнатной температуры, кладете в него объект и ставите его в холодильник. Холодный почему-то хуже, возможно, потому что нужно, чтобы успел он проникнуть, возможно, потому что это каким-то образом несложно сказать, но эмпирическое такое наблюдение, что лучше, если взять формалин комнатной температуры, положить на него объект и поставить до следующего дня в холодильник на плюс 4. Результат получается или хороший, или прекрасный, как правило. Причем с точки зрения сохранности антигенов в особенности. Это вот такой замечательный прием улучшение фиксации. Для того, чтобы понять, да, насколько фиксация критична, я привожу вот эти вот две картинки. К сожалению, разрешение у экрана не очень хорошее, но тем не менее. Вот смотрите. Это аппендикс кролика. И образец однотипно проводился, но вот здесь был взят случайного качества формалин. Так он вроде работает, нет? А это лучший. Да? Был взят случайного качества формалин и в нем зафиксирован кусочек. Это вот слизистая, здесь есть лимфоциты, это М-клетки, вот это лимфоидная ткань. И вы посмотрите, что происходит. А здесь, здесь, здесь фиксация произведена довольно эксклюзивным фиксатором, который сейчас вы встретите очень мало где по определенным причинам. Почему, скажу дальше. Это фиксатор называется Ценкерформол. И посмотрите. Казалось бы, ну, как обычно, кстати, гистологи, вот такую картину называют пересушкой. У нас пересушен объект, потому что мы, как они думают, передержали его там в парафине, в спирте. Это на самом деле глупости. В спирте и в парафине объект можно сказать сколько угодно. Пересушить его невозможно по определению, потому что чем лучше обезвожен объект, тем лучше будет пропитан, тем лучше он качество. Но, что здесь произошло? В кислом формалине при его отчислении происходит реакция кондицара, и из формалина образуется муравийная кислота. И вот она таким образом действует на белки, вообще на структуры, что они начинают сморщиваться. И вот тот, кто особенно работал с... Критично бывает для нервной системы, для головного мозга, там при фиксации, если она некачественная, то мозг просто может... Вы делаете слезы, да, он с краев вроде бы ничего, а центр весь в трещинах, и все это даже отваливается от стекол. Это вот результат либо плохой фиксации, в принципе, плохого проникновения и аутолиза, либо кислого формалина. И вот вы видите, что в этом формалине после фиксации произошло сморщивание клеток, и вот такие вот грубые трещины. А здесь проводка одинаковая абсолютно. То есть это в одной партии, в одних реактивах проводилось, но здесь, ну, разные фиксации. И формально вроде бы картина, ну, пригодная к исследованию, но вы видите, что различия колоссальные в действительности. Вот. Это то, насколько фиксация влияет на микроскопическую картину. Это мы сравниваем плохое с хорошим. А теперь просто сравним два, ну, не самых плохих картинок. Это рак матки кролика, аденокарцинома матки кролика. Объекты тоже зафиксированы в фиксаторах двух. Смотрите. Это к вопросу о модификации и правильной подборке методов. Вот здесь эта опухоль имеет одно замечательное свойство. У нее строма вырабатывает дикое количество гиалуроновой кислоты. И эта гиалуроновая кислота воспринимает гемотоксилин на любые основные красители. И вот смотрите, это важно. Вот это окраска гемотоксилином и азином. К сожалению, опять же, немножко здесь загрублены цвета, но тем не менее, контраст был бы намного больший. Вот здесь строма... Ну, во-первых, вы видите, что здесь есть, опять же, некоторые там такие трещины, сморщивания. Вот. Но самое главное, здесь строма окрашена базофильно, да, гемотоксилином, и мы это видим. А здесь нет. Здесь все такая вот... Ну, и азином непонятно, чем на самом деле. Такой сглаженный контраст. И это произошло потому, что да, при фиксации в смесях, содержащих уксусную кислоту, да еще и с флороформом, произошла химическая модификация. И если бы мы здесь использовали бы окраски на гиалуроновую кислоту, они существуют на, собственно, стромальной ткани, это метахроматические окраски, талуидиновым синим, там, или альциановым синим, мы бы не получили позитивного результата вот здесь, а здесь бы получили. Вот это кто, насколько распространенные, общеописанные фиксаторы могут влиять на микроскопическую картину. И наоборот, вы посмотрите, здесь это самое, поскольку структура намного более, намного более сохранна, то решать вопрос, есть ли, ну, вы видите, какие-то щели, некоторые какие-то пространства. Понятное дело, что если вы фиксируете формалином, то возникает вопрос, а не существуют эти пространства или они возникли в результате фиксации. Если вы фиксируете смесью корнуа, то этот вопрос, ну, как правило, снимается. Ой, как плохо, какое плохое воспроизведение цветов здесь. Дело в том, что нет, очень-очень плохой проектор. На самом деле, говоря о фиксаторе, если мы видим, что вот такие большие различия, то возникает вопрос, а может быть существует какой-то, ну, лучший фиксатор, оптимальный фиксатор. И вот, перепробовав много фиксаторов, я могу назвать, наверное, такой. Это смесь, которую придумал наш изоследователь, потом он мигрировал, Александр Александрович Максимов. Тот самый, кому приписывают открытие стволовой клетки. Ну, на самом деле, я их не открыл, но мы сегодня не об этом. Вот. Так вот, к сожалению, здесь картинки сильно искажены, на экране это было бы, здесь очень грубое воспроизведение, тем не менее, вы видите, что зафиксированные структуры, трофобласт, вот здесь амнион эмбриональный, здесь идет, это будущий нервный ганглий, это нейробласты, вот формируют нервные волокна, это здесь формируется кость, это остеобласты, очаг остеогенеза, здесь формируется нерв будущий, это спонгиобласты в мизенхиме. Как вы видите, картинка настолько рельефна, что кажется, будто это не фотография, а будто бы это рисунок. На самом деле, действительно, детализированность такая, что, к сожалению, опять же, здесь очень сильно загрублено, но если вы посмотрите подлиннее, то увидите, что это качество разрешения, губки хроматинные и прочее, сопоставимы с с электронной микроскопией и низкого разрешения, на самом деле. Но у этого метода фиксации есть два существенных недостатка. Недостаток номер один, он содержит сулиму. А с сулимой работать, во-первых, это довольно небезопасно для здоровья, а во-вторых, это небезопасно и в другом отношении. Если у вас есть сулима, то к вам могут прийти по ее поводу. Но все-таки соль ртуки, яд. И это первый момент. Второй момент заключается в том, что здесь содержится осмий. Мало того, что он дорогой, так он еще и обладает очень неприятным свойством. Вы слышали, наверное, что это для электронной микроскопии используется. Но мало кто знает, ну, не может быть, кто с ним не работал, в особенности, что это соединение, вернее, оксид осмия, тетраоксид осмия, нафиг уничтожает все антигены. То есть иммуногистохимия после фиксации осмия невозможно совершенно. И это, конечно, большой недостаток. Да, мы можем получить прекрасную рельефную микроскопическую картину, но иммуногистохимию сделать уже не сможем. Поэтому мое вам предложение и мой вам выбор другой фиксатор, который не содержит токсичных солей и ртути и абсолютно пригоден для иммуногистохимии. При этом сохраняет прекрасную микроскопическую картину. Да, чуть похуже, чем то, что мы видели, но тем не менее. Вот здесь два примера. Это срез кожной мышцы новорожденного голого земляков. Она еще не совсем сформировалась. Но тем не менее, посмотрите, насколько замечательно он сохранил саркомеры. Практически на уровне как электронной микроскопии действительно низкого разрешения. Вы видите все эти полоски и так далее. А это тоже голый землекоп, но уже взрослый. Это его поджелудочная железа и островоколонгерганса. Опять же, посмотрите, если бы не так не загрублялись цвета, как это делает проектор, то вы бы увидели даже, что вы можете различить на гемотоксилиной азине альфа и бета-клетки. Бета-клетки, они вот эти вот слаборозовые, которые инсулин вырабатывают. А в центре, вот эти более темно окрашенные, более темно-красной такой цитоплазмой, это альфа-клетки, вырабатывающие глюкогон. Как видите, фиксация. И более того, он не только лучше фиксирует общую картину, но считается, что он и лучше сохраняет, допустим, CD-маркеры. Вот для поверхностных CD-маркеров цинк-формалин считается более адекватным фиксатором, чем обычный формалиновый фиксатор. На всякий случай привожу его состав, потому что, как ни странно, мало где его можно найти, на него много где ссылаются, но зачастую фирмы его производят и хранят в секрете. Вот этот состав, который прекрасно работает, которым мы пользуемся, и он дает замечательный результат. Причем, когда вы его готовите, сначала получается мутная жидкость, а потом вы добавляете вот эти два кубика уксусной кислоты, она становится прозрачной. Итак, вы зафиксировали ваши объекты, вы зафиксировали их, а потом прошел срок 24 часа, там или 4 часа, вы их должны отмыть. Если смесь корнуавы вы отмываете спиртом, потому что она спиртовая, спиртовый фиксатор. Если это формалин, там или сцинковый формалин, вы отмываете их водой, водопроводной. Ничего страшного уже не произойдет. Все, что там могло произойти, уже случилось после фиксации. И вот иногда вы имеете дело с объектами, содержащими кость или зуб, или что-то в этом духе. То есть минерализованные объекты. И вам нужно провести декальцинацию. Декальцинацию можно провести несколькими вариантами, но в целом два основных мажорных пути. Начну с самого неподходящего. Это растворы органических или минеральных таких сильных довольно кислот. Это вот 10% муравийная кислота, а еще иногда используют азотную кислоту. Иногда продается так называемый ионный декальцинирующий раствор. Чем-то незамечательный. Быстро, очень быстро декальцинирует. Положили, завтра готово. Но при этом, как правило, иммунодистохимию на этом материале невозможна. И многие окраски уже тоже невозможны. Да, гематоксилин и азин получатся. Но вот. И опять же, нужно быть осторожным. Если вы передержали не сутки, а трое суток, то там и гематоксилин и азина больше не будет. Все ядра у вас будут краситься и азином. Все будет сплошным розовым цветом. Гораздо лучше использовать 10-14% и неважный раствор натриевой соли ЭДТА. Прекрасный декальцинатор. В нем можно не только декальцинировать, но и хранить материал сколько угодно долгое время, и даже антигены в нем не пропадают. Он, естественно, из-за такой концентрации ЭДТА не загнивает, в нем не заводятся никакие микроорганизмы, при комнатной температуре образцы прекрасно хранятся. Вот. Все окраски после нее прекрасно удаются. Это прекрасный и даже лучше даже удаются, как раз за счет кислотных свойств. Этот раствор улучшает окрашивание, скажем, коллагена, того же самого. Есть маленький, да, но долго. Если мышиные образцы вы берете, то это не меньше 7 дней кости, а если крысиные, не меньше 14 дней. Если вы берете кости кролика, это вообще месяцы. Полгода, например, может прижать. Причем очень важный момент. Раствор ЭДТА очень плохо проникает сквозь мягкие ткани, особенно кожу. Если вы берете конечность мыши, например, и хотите полностью сустав исследовать, вы должны сделать лампастные разрезы параллельные по коже, чтобы фиксатор мог проникнуть. Иначе оно может месяцами лежать и с нулевым результатом. Когда вы будете готовить его, тут есть один важный нюанс, который не везде описан. На самом деле 10% раствор ЭДТА в воде вы не получите. Если вы просто бухнете ЭДТА в воду, вы увидите, что он не растворяется. Но дальше вы начинаете прибавлять туда 40% раствор натрия ОН, щелочи. И вы увидите, что по мере прибавления щелочи раствор начинает как сахар в воде таять, таять, таять. Одновременно вы можете мониторировать ПАЖ. И как только ПАЖ у вас примерно, там 6,8, будет 7, вы увидите, что весь ЭДТА растворился. И нельзя перелить больше натрия, натрия ОН, чтобы не было избытка щелочности. То есть ПАЖ должен быть 7. он должен быть ровно столько по каплям, чтобы весь раствор, вернее, весь порошок ЭДТА растворился. Это будет лучший декальцинирующий раствор. Итак, вы зафиксировали, вы промыли, вы декальцинировали, а теперь вам надо это обработать дальше. Но бывают ситуации, когда это невозможно. Допустим, вы взяли материал, а собственной гистологической вроде как у большинства из вас, я думаю, нет. И обработать вы сами не можете. Но у вас есть приятели или коллабораторы, которые это могут сделать. Что можно изменить? Надо сохранить. Один из способов сохранения, я вам уже указал, это ВДТА. Но ВДТА вы гарантированно потеряете депозиты кальция, депозиты железа, ну и много чего еще вы можете потерять из таких металлических компонентов. вот. Поэтому иногда нужно предпочитать другие способы сохранения. И вот, наверное, оптимальный способ, да, если вам нужно недолго хранить, то, конечно, можно просто в холодильнике сохранить вот 3, плюс 4, там, 3-4 дня, это вполне может быть и в воде, и в буфере лежать. Вот. Если вам нужно сохранить в этом образце ферменты, а некоторые из них переносят вполне себе формалиновую фиксацию, то можно сохранить в растворе сахароза. Но это, опять же, эксклюзив, и редко нужно бывает, и, опять же, там может завестись плесень, не самый лучший способ. Вот. А лучше всего, если вы возьмете и переложите ваши образцы либо в 70-процентный этанол, либо в 70-процентный изопропанол. В этом растворе изопропилового или этилового спирта образец может храниться очень долго. Месяцами, на самом деле. Некоторые антигены, типа CD8, могут скапризничать и могут начать невременно. Но большинство антигенов, и уж тем более все остальные компоненты, кроме липидов, сохраняются на ура. Вот. Что я настоятельно не рекомендую, но в некоторых книжках это написано, это использовать однопроцентный раствор формалина. Вот убьет вам антигены гарантированно. Все, ему на гистохиме будет невозможно. И не факт, что будут возможны другие окраски, потому что этот формалин будет окисляться, будет постепенно образовываться муравейная кислота, которая будет вам все портить. Ну вот, вы все это сделали, обработали, и приступаем теперь к заливке. Вы помните, конечно, из курса гистологии, что объект нужно уплотнить и залить его в какую-то среду, чаще всего в парафин. Много разных было вариантов заливок придумано, но самый популярный стал сегодня заливка через изопропанол, через изопропиловый спирт. Вот, на самом деле, мало кто знает, кто это придумал. Вот эта работа, это вся работа целиком, где была придумана заливка, полный текст. Вот, это работа 48-го года, но только примерно в 2000-2001, где-то в начале нашего века, они вспомнили, и все, то есть полвека она лежала вообще в полном забытии. А теперь оказалось, что можно использовать вместо токсичных ксилолов, бензолов, прочее, нетоксичный изопропиловый спирт. Он смешивается как с водой, так и с парафином, поэтому не нужно никаких промежуточных средств. И все ее используют. Иногда, если вам нужно выявлять ферменты, то спирт нельзя. А как ни странно, некоторые ферменты не только после формалина выживают, но даже после заливки в парафин. И, в принципе, самым неопасным для них является ацетон, холодный ацетон. В нем можно обезвоживать. Но ацетон не любят. Говорят, ой, он портит ткани, вот и ужасен. А я вот провел такой сравнительный момент. Это вот эта часть, это действительно ткань, которая фиксирована ацетоном. То есть, он не только был залит, но еще и фиксация была. И как действительно, это почка. И вы видите, да, здесь вот клубочек, но канальцы все изуродованы страшно. И вот из-за таких картинок, из-за того, что применяли фиксацию ацетоном, действительно репутацию этой проводки ужасная. Но вот здесь материал зафиксирован так называемым кальцийформолом Бейкера. Но это, по сути, формалином. И посмотрите, в общем-то, качество проводки совершенно нет никаких претензий. Вполне себе, почка очень хорошая. А теперь посмотрите еще один результат. Вот здесь, на этих же объектах поставлены ферментативные реакции. Вот здесь на щелочную фосфатазу. И вы видим прекрасную окраску щеточной каемки. А это не только маркер щеточной каемки проксимальных канальцев и их, так сказать, состояние. Это еще и, скажем, маркер оськи областов. Да, оськи областов. И это, получается, при остеогенезе важный способ обработки материала. А вот здесь вы видите совершенно изумительное. Считалось, что это невозможно. Но я попробовал, оказывается, возможно. Вы здесь видите окраску на так называемую ассоциированную со старением бета-галактазидаз, так называемые стареющие клетки. Оказывается, их тоже можно выявлять на парафиновых срезах. И вот вы видите среди почечного канальца, залитого указанным способом, вот такую клетку с позитивной окраской. Это вот та самая клетка, которая, собственно говоря, ну, как называть, стареющие клетки, которые накапливаются в ткани портят нам существование. Так что вот этот метод проводки, он тоже может быть полезен. А иногда есть особо сложные случаи, когда ткани состоят из, допустим, вы заливаете целиком конечность, или заливаете, вот как здесь вот, внутреннее ухо, или заливаете, как вот здесь целиком, сустав, да еще и не декальцинированный, здесь кальций не извлечен. Вот он, кстати, кальций в виде вот таких вот стекловидных масс, ну, это минеральный тип, гидроксиапатит, это забедный сустав на врожденной мышь. Или вы вставляете, как вот здесь, в мочевой пузырь пластиковый имплант. В парафин если зальете и начнете резать, оно все будет гнуться, крошиться и так далее. Здесь мы применяем старинную заливку в целый един. Его, конечно, сейчас достаточно сложно, он очень дорогой. На Западе несколько лабораторий его используют, но он стоит очень больших денег. Но у нас выпускается колодий в растворе, а это, по сути, он же самый. Это тоже нитроклетчатка. И вы сначала пропитываете, вы обезвоживаете, пропитываете в спиртах, потом пропитываете в растворе целый един. Здесь, кстати, описана методика сверху, коротко. Дальше пропитываете хлороформом и заливаете, пропитываете парафином, заливаете и получаете. То есть целый един это такая пластмасса, она как бы заполняет и делает его однородным. И дальше вы делаете срезы, и все это оказывается зафиксированным в одном месте. Крошится, но не как парафин. Можно сделать срез. Это важно. Это важная методика, хотя сейчас ей мало кто пользуется, даже, может быть, многие забыли о том, что она существует. Ну вот мы все сделали, порезали, теперь мы будем окрашивать. И окрашивать мы можем много чем. Боюсь, что у меня не хватит времени рассказать о том, что я намеренно сделал избыточную презентацию. Но о гематоксилинной озене сказать нужно обязательно. Это вы уже слышали даже в предыдущем докладе об этой окраске. Это окраска, которую нужно делать всегда или почти всегда, потому что она очень информативная. Здесь написаны некоторые нюансы, как ее надо делать. И прежде всего нужно правильно выбрать гематоксилин. Много рецептов есть, но лучший из них был придуман, кстати, самый поздний, был придуман вот этим вот товарищем по фамилии Караци, итальянцем. Вот здесь его рецептура, она оригинальная здесь, из немецкого журнала. Во всех остальных, во всех остальных книжках рецепт отличается гематоксилин Корации, а вот цифры там другие, значения всех этих. Это подлинник. И это лучший гематокс, почему лучший? Потому что он дает четкую окраску ядер и не красит, не дает никакого фона в цитоплазме. Это важно, особенно если вы иммуногистохимию делаете и им докрашиваете. И это вот то, чем нужно пользоваться. И мы пользуемся уже им 15 лет этой прописью, и нас она вполне устраивает. Что еще важно? Важно, что иногда продают там всякие подсинители и всякую прочую чепуху гематоксилину. Не нужно. Лишнее. Наша замечательная водопроводная вода настолько щелочная, что достаточно на ней промыть пару минут, и все ядра будут синие, никакого красного тона. И дальше вы красите эозином и получаете красивую картинку. Только главное не перекрасить, а если перекрасили чуть-чуть, то нужно как можно дольше подержать в воде. Наша щелочная замечательная вода водопроводная прекрасно эозин дифференцирует. И вы получите красивую картинку. В качестве курьеза приведу еще одну замечательную штуку. Ну, вы все знаете, у нас там всякие разные санкции и прочее. А гематоксилин это абсолютно неотечественная краска. Она производится из компешевого дерева, которое произрастает в Америке. Это экстракт древесины компешевого дерева. Но в 19 веке наш выдающийся гистолог Лавдовский придумал сделал импортозамещение. Он доказал, что если взять чернику, выжать из нее сок, вернее, спиртовую настойку сделать один к одному, смешать с двухпроцентными квасцами, то получается прекрасный краситель. Он опечатал в немецком журнале архив фюр микроскопиши анатомии. И вот, кстати, это картинки показывающие. Вот это гематоксилин, это костный мозг кролика, это окраска гематоксилином караце, то есть буржуйская методика, а это наша отечественная с соком черники, то есть мертелином. Прекрасная краска, красит ничуть не хуже гематоксилина и вполне может использоваться в лаборатории. Сок черники, вернее, не сок черники, ягоды черники смешиваются со спиртом один к одному, сутки настаиваются, отбирается, отжимается с двухпроцентным раствором хвостцов один к одному и получается гематоксилин, только отечественный. Вы мало где найдете, только в подлиннике название его мертелин, от мертеллюз, это черника по-латыни. Так что вот так вот черничный гематоксилин существует. Вот, значит, не знаю, сколько еще смогу рассказать, но расскажу по крайней мере о двух или трех специальных окрасках. То есть, вот мы сделали этот препарат, покрасили гематоксилином, и нам нужно сделать специальные окраски, другие структуры выявить. Какие? Номер один, специальная окраска номер один, это пас-реакция, она же шик-реакция. Я здесь привел ее прописи, потому что не все могут знать, о чем речь идет. Это реакция на полисахаридные группы. Сначала идет окисление в периодной кислоте, короткое, затем отмывается в воде, а потом оправдывается реактивом шифа. Это такой обесцвеченный сернистой кислотой фуксин. Он при реакции с ледогидными группами приходит в окрашенное соединение. И чем замечательна эта реакция? Мы пока поблагодарим Василия Николаевича. И давайте вопросы, если они есть у слушателей, кроме черничной настойки. У меня есть довольно предсказуемые вопросы. Вы сказали, что Вам не очень нравится перфузирование. А как Вы тогда рекомендовали бы, например, раз мы говорим об инсульте мозга, когда у нас большое поражение всего органа, как тогда эффективно зафиксировать такой большой орган быстро, если не перфузировать? Смотрите, как я фиксировал мозг кролика, который очень большой, и получал при этом хорошие результаты, очень хорошие. Методика следующая была. Я брал мозг и клал его целиком в формалин. Через 6 часов, когда он уже уплотнился, я разрезал его на по 2-3 миллиметра, например, пластины вот таким вот образом, разлагал на пластины. И эти пластины в чашке пятой фиксировал уже. И получалась замечательная фиксация. То есть оплотняем мозг формалин, а дальше понятное дело, что есть антигены, которые действительно эндоцелиальные маркеры могут наверное некоторые исчезнуть. Хотя, честно говоря, по опыту по тем публикациям, которые изучают допустим активацию эндотелия пресепсии, они там не исчезают. Но тем не менее, там даже изучают на аутопсийном материале. Но можно предположить, что туда есть некоторые антигены, где видимо без нее не обойтись. Тем не менее, в рутинной практике я бы рекомендовал именно так. Я бы рекомендовал сначала провести предварительную фиксацию для оплотнения мозга, а дальше, когда он уже будет, потому что нельзя сырой мозг резать, это ужасно. Но когда он оплотнился, дальше острая бритва, его нарезаем на пластины 20 мм толщиной, эти пластины уже фиксируем. То есть при такой фиксации в центре мозга не успевает начаться некроз? Да, именно потому, что я получал периодически при фиксации мозга целиком некроз, причем даже перфузионная фиксация, там же ограниченный объем раствора все равно в русле-то остается на самом-то деле. потому что объем капиллярного русла не так велик, как объем ткани. Тоже понимаем, что это может быть иллюзия. По крайней мере, мы же не перфузируем его в течение там, я не знаю, 10-15 минут. Обычно это все делается, ну, там, залили раствор, да, прогнали один шприц и все, и на этом закончили. Вот. Поэтому я бы рекомендовал лучше вот так, с точки зрения микроскопической картины, да, лучше произвести фиксацию таким вот образом. Тем более, опять же, если вы ведете ее на холоду, то это очень сильно замедляет любые аутолитические, в том числе и утрату антигенов, любые аутолитические изменения. Спасибо. И второй вопрос. Вы, опять же, где-то в районе перфузии сказали, что вот если мы перфузируем формальдегидом или, не дай бог, параформальдегидом, а в чем большая проблема параформальдегид? Сейчас расскажу. Параформальдегид, значит, в чем его проблема? Считается, что он лучше сохраняет антигены. Наверное, это правда. Я специально не сравнивал, насколько лучше один и другой, поэтому не могу сказать, что он лучше. Но дело в том, что после параформальдегида, как и после глютарового альдегида, получается очень неконтрастное окрашивание, хоть коллагена, хоть ядер и цитоплазмы, то есть зачастую вся получается такая бледненькая смазанная картинка, напоминающая, ну, как бы это сказать правильно, здесь ни такой картинки похожей не было. Я хотел вставить, кстати, и показать, но потом решил, что этого делать не буду. Хотел показать, что получается. То есть параформальдегид, возможно, это из-за того, что есть примеси метанола и минорные примеси муравинки. Сложно сказать, почему, но тем не менее фиксация формалином дает более контрастную окраску, чем фиксация чистым параформальдегидом. Повторяю, что фиксация, это же не только способ сохранить ткань, это еще и химические модифицировки. Возможно, эти минорные примеси играют роль в том, что картинка получается более контрастной. Когда я говорю, что мне не нравится, это не только мне. Я от многих морфологов слышал, что параформальдегид как общий гистологический фиксатор они очень не любят. Вот такая штука. Моя нелюбовь связана именно с его не очень четкой общей морфологической картинкой. Спасибо. Вопрос не появился? Я хотела спросить, а вы можете как-то сравнить изготовление крио-срезов и парафиновых срезов и их резки на микротоме, то есть что нам позволит в дальнейшем больше окрашиваний провести как классической гистологии, так и иммуногистохимических? Нет, однозначно. Смотрите, что сказать по поводу крио-срезов? Значит, понятное дело, что в крио-срезах ткань более нативна. В крио-срезах мы можем поставить некоторые методики, которые на парафинзы никогда не идут. Например, методика окраски, есть такая методика окраски по гоморре, с помощью которой мы диагностируем митохондриальные миопатии. То есть мы берем прям нефиксированную ткань, свежую, только что взятую из мыши, режем эту мышцу на микротоме, на криотоме, делаем этот средт, сразу же окрашиваем смесью гоморре и видим, что мышцы зеленые, а измененные метахондрии в виде таких красных глобул. Это классический способ диагностики вот у этих самых, у разных генетически измененных линиях мышей. Я неоднократно эту методику применял. То есть да, у криотома есть свои плюсы, но иногда, надо признать, морфологическая картина при приготовлении срезов оказывается не хуже парафиновой, но иногда, иногда. Чаще же, к сожалению, морфология очень сильно страдает, даже если фиксированную ткань порезать, она очень сильно деформируется. Там есть непредсказуемый момент, связанный с замерзанием. Иногда мы видим гепатоцит, например, на срезах печени, вытянутые в какие-то такие фибробластоподобные странные структуры, или канальцы почек тоже, опять же, очень сильно изуродованы, несмотря на то, что они были зафиксированы. То есть, как правило, да, в крио-срезах сохраняются ферменты, чуть лучше сохраняются антигены, но тоже не всегда. Диффузия антигенов там бывает колоссальная, и диффузия ферментов была. Вот, когда я вам показал, например, срез, окрашенный на бета-галактозидазу, да, то это же не от хорошей жизни было сделано, на самом деле, эта модификация. Во всех статьях и там в протоколе в Nature Protocols было написано, что окраска на бета-галактозидазу, это там очень сложный метод, там якобы даже фермент погибает при хранении при минус 80, что абсурдно, он не может погибнуть при минус 80 в течение суток, это невозможно. Когда же я стал пробовать эту методику, то я обнаружил, что неправы все те, кто этим занимался, он не погибает, он просто ни к чему не привязан и легко уплывает из раствора. А в парафиновом срезе, где он фиксирован жестко, ну, собственно, поперечными шивками при фиксации формалином, он никуда не уплывает. И при постановке классической реакции на бета-галактозидазу он прекрасно выявляется. То есть, да, больше того, есть ограничения при проведении иммуногистохимии. В парафиновом срезе вы не поставите эту... Любые флюоресцентные метки можно делать, но вам всегда приходится считаться с жуткой просто аутофлюоресценцией, которую можно гасить, но она гасится тоже с издержками. А в замороженных срезах этой проблемы нет. Там кроме эластики практически ничего не флюоресцирует. То есть, есть свои плюсы там и там. Это очень большая тема, не для двухминутного ответа, где нужно применять то или где то. Спасибо. Как я уже сказал, я написал книжку, и в книжке это все есть. Когда она выйдет, вы можете это прочесть. Еще есть вопросы с трансляцией. Просят рассказать немного про фиксацию ткани в жидком азоте. Для всех ли окрасок она подходит и вообще какие особенности? Значит, это не фиксация, это просто консервация. Это не фиксация в жидком азоте. Ну, в жидком азоте не фиксируют ткань, а сохраняют ее для последующего приготовления криосрезов обычно. Вот. И дальше все, что относится к криосрезам, вот все вот. У этой фиксации есть тонкий момент, когда вы извлекаете ткань из, если она случайно не разморозится, а такое бывает просто чисто технически, то, вот если она разморозилась, то могут быть артефакты повторного замораживания. И это очень нехорошо. Вот. Если же этого не произойдет, ну, это будут просто криосрезы, обычные криосрезы. Со всеми достоинствами и недостатками. То есть это не фиксация, это консервация, такой своеобразный момент консервации.